Сейчас мы предоставим микрофон, я вижу, что у тебя уже накопилось. А тут твои работы? В этом разговоре, который оказался гораздо сложнее, чем я предполагала заранее, мы наконец пришли к замечательной, для меня замечательной точке, я очень радуюсь, потому что Минахин сказал то, что пыталась высказать я, но у меня это хуже получилось. Хуже получилось. Дело в том, что токарь, о котором сейчас было сказано, неизвестно, был ли он праведник. Он был, скорее всего, даже маргинал по понятиям тогдашней жизни, что такое человек, который ключи на рынке делает. Он был человеком, по-видимому, очень высокой нравственности, очень высокого градуса. И была ли это харизма свыше? Или было ли это его человеческое достижение? Мы пути его не знаем, как он к этому состоянию столь высокому человеческому шел, но тем не менее он туда пришел, и это чувствовали все люди, которые его окружали. Вот это именно то, о чем мне так косноязычно я пыталась сказать, что мы нуждаемся сейчас, социально нуждаемся, все нуждаемся, не столько во вскрытых или значительных учителях, которые нам с экрана проповедуют или пишут интересные книжки, а именно в этих нравственных людях, которые реализуют в жизни рядом с нами этот жизненный подвиг, который, строго говоря, жизненный подвиг порядочного человека. Ничего более сложного, вероятно, сейчас нет, потому что, когда мы проживали вот такие жестокие времена, как времена, скажем, Второй мировой войны, и люди оказывались в ситуации, когда вести как все было очень полезно для выживания, вести себя так, как вели все. А отдельно взятые очень немногие умели вести себя правильно, нормально, нравственно. И этих людей, к сожалению, в том мире, в котором мы живем, меньшинство, и поэтому они видны, и поэтому они бесконечно радуют своим присутствием и невероятно украшают мир, в котором мы живем. Сколько их? 36. Или 36 тысяч, я не знаю. То, что в тех условиях, в которых сегодня живу я, в условиях московских, в условиях сегодняшнего московского дня, то, что эти люди видны, когда ты к ним присматриваешься, радуют безмерно, так сказать, нравственным поведением, благородством, скромностью, деликатностью, и вещи, которые когда-то, может быть, когда-то и в других обстоятельствах не казались выдающимися и столь привлекательными, сегодня приобретают огромные значения. Я по ним скучаю. Немножко этого не хватает в нашей сегодняшней жизни. А эта тема очень высокая. Я хотел бы добавить несколько слов. Дело в том, что мир, в котором мы живем, и мир, который создан ради нас Всевышним, он безумно сложен. И нельзя сказать, что в нем нужно что-то одно больше, чем другое. 36 праведников, мы в нем не можем нуждаться, потому что они по-поделению скрытые. Человек не нуждается в том, чего он не видит и не знает. Но существует некоторое предание о том, что они невероятно нужны. Люди высокой нравственности, вот такие святые в бытовом смысле, совершенно необходимы. Без них не может существовать общество. Без них, в общем, не может, не зная идеала, мы не знаем, к чему стремиться. Святые явные, такие как хасидские цадики, такие как христианские святые, люди, известные своей святостью и посылающие ее лучи повсюду, абсолютно необходимы, и мир без них обходиться не может. А также не может обходиться без множества любых других людей, занимающих разные клеточки на этой духовной карте, духовном мире, и все они в равной степени необходимы для того, чтобы не существовало и куда-то двигался. Я хотела бы сказать, что о многих людях, совершивших праведный поступок, узнают только после их смерти. Хочу рассказать вам историю о том, как об этом человеке, в общем, невозможно узнать даже после его смерти. Я в Милане, ну, квартира, которую занимает моя семья, имеет чердак. Но он не запределен в квартире, а просто мы имеем право на кусок чердака. И там валяется старая ненужная мебель. Потом однажды я увидела, что за спинкой старого дивана есть раковина, в которой проведена вода. И это нетипично для чердаков, которые принципиально не жилые. Даже домоуправ будет очень недоволен, если кто-нибудь там станет пользоваться водой. Когда я спросила Робкову, домоуправа знает ли он, что там есть раковина, и что я за нее не отвечаю, он сказал, да-да, конечно, это тех евреев, пускай она там будет, мы ее не снимали. Тогда я, естественно, пошла по следу. И к стыду своему скажу, что ни к чему не пришла. Вот старуха, которая носила им, когда немцы заняли Билан, и когда Италия, которая, в принципе, не выдавала евреев, была вынуждена, подмятая вторжением немецкой армии, была вынуждена начать списки, депортации. Вы знаете, конечно, мы видели разные фильмы, где католические священники, которые и правда, многие, действительно, по чисто человеческому побуждению, порыву, спасали, переписывали документы, срочно крестили, крестили фиктивно. В общем, Италия из имеющихся 100 тысяч выдала, в конце концов, 6 тысяч евреев. Погибла 6 тысяч евреев. Многие были увезены и вернулись, но те, которые попали в Освенцию, в общем, там и остались, к сожалению. И у нас это в стране, которая не знала антисемитизма, странным образом, будучи оплотом католицизма, антисемитизма Италия не знала бытового, и которая не выполняла, ретива не выполняла расовые законы, введенные Муссолини и королем, каждый из которых, Муссолини и король, кивали друг на друга, давай ты вводи эти расовые законы, мне противно. Вот. В конце концов, Италия посыпала голову пеплом и страшно горюет по поводу того, что эти 6 тысяч были выданы. Каждый январь, в день памяти катастрофы, выходит поезд, набитый школьниками, миланскими школьниками с 21-го перрона центрального вокзала Милана. Ну и мои дети тоже ездили. Ну, в общем, туда все школы периодически приводят и провозят их в этих вагонах некоторое количество километров. Могу вам сказать, что хорошо действует. Вот. Так вот, про домоуправо. В доме скрывались на чердаке трое евреев, муж, жена и ребенок. Я не знаю ни их имен, они не сохранили память и невозможно восстановить. Я не умею, не знаю, как сделать. Они же были скрыты, они там сидели тайно, где записано, какая семья там была. Вот. И та старуха, которая носила им совершенно повседневную, бытовую, выполняла обязанность, как я понимаю, без всякого особенного самовозвеличения. Она таскала туда какую-то еду и выносила горшки. Продолжалось это полтора года. Потом вошла, наконец, уже армия союзников. Никаких немцев там не стало. И евреи благополучно отправились куда-то там. Я не могу вам назвать имени этой праведницы. Старуха умерла до моего въезда в этот дом. Только рассказывает, вот жила в той квартире. В списке домовой книги я не могу ничего найти. Я просто хочу сказать, что есть еще эти. И, конечно, когда вы говорите вот о необходимости, о присутствии в нашей жизни постоянно этого элемента, просто, ну, доброго, выполнения какого-то почти физиологического долга перед человечеством. Потому что, в конце концов, спасти ребенка, это как бы даже генетически, мне кажется, ну, соприсуще всем нам. Страх удерживал их. А физиология подталкивала взять ребенка на руки и сказать, это мой случай чего. Вот. Поэтому все это навевает нас на массу разных размышлений. Терминологически наша дискуссия была сегодня посвящена ламедвовникам, ламедвовники, праведники мира. Мы затронули святых, праведников вообще. И много тем, которые нам дадут возможность еще поразмышлять вечером и завтра, может быть, тоже. Но, наверное, сейчас, может быть, у вас возникли вопросы. Сейчас ровно полтора часа длилась дискуссия. Это то, что человек может вынести. Более полутора часов слушать вы не можете, но, может быть, можете спрашивать.